Мужчина 35-40 лет со средним специальным или профессионально-техническим образованием. Проживает в городе и не имеет медицинских противопоказаний к работе. Таков портрет большинства безработных в Солигорске. На 1 ноября тех, кто не нашел работу по своей профессии, не обладает достаточной квалификацией или просто не хочет работать, в отделе занятости зарегистрировано 633 человека. На каждую предложенную вакансию, а их сегодня 222, приходится почти три безработных. Пособия в одну базовую величину и обязательные общественные работы не стимулируют сидеть на шее у государства. Но и занять вакантное место со средней предлагаемой зарплатой в 3,5-4 миллиона рублей сможет не каждый. Требуются в основном квалифицированные рабочие кадры. Плотники, плотники, бетонщики, бетонщики, штукатуры, электрогазосварщики востребованы, трактористы у нас, сельскохозяйственных машин. В сельскохозяйственных организациях у нас не хватает животноводов, операторов машин на водоение. Значит, очень не хватает у нас пекарей, продавцов, контролеров, кассиров, кондитеров. Значит, и в промышленности швей, токарей, в строительстве плотников, плотников-бетонщиков, электрогазосварщиков. Ну и врачи, медсёстры, конечно же, не хватает. В помощь тем, кто ищет работу, действуют так называемые меры занятости. Самое действенное – обучение по востребованным на рынке специальностям. Сегодня отдел занятости предлагает безработным освоить более 20 профессий. Число групп в связи с ростом обращений увеличили. Если за весь прошлый год новые специальности освоили 110 человек, с начала этого уже 165. В сентябре начали обучение сразу 5 групп. Помимо бесплатного обучения, участники программы получают небольшую стипендию. Им также оплачивают проезд и проживание, если переквалификация проходит в другом городе. На эти цели в этом году выделено 590 миллионов рублей. Обучаются и в Минске, и в Слуцком государственном колледже. У нас в Слуцке и в Солигорском государственном колледже. Большая часть, наверное, Слуцк. Так как там больше предлагают профессии. Это в каком-то... Слуцкий государственный колледже. То есть там трактористы... Там идут продавцы, парикмахеры, повара, слесаря КПА, контрольные измерительные приборы. В Минске мы сейчас запустили группу операторов газовой котельной, отучили водителей-погрузчика. Ну, а в Солигорске плотники-бетонщики, скорее всего, все пойдут под трудоустройство. Востребованную на рынке труда профессию плотника-бетонщика в Солигорском колледже сейчас осваивают 24 человека. Срок обучения – три месяца. После всем обещают трудоустройство. В учебном классе в основном мужчины среднего возраста. К учебе все относятся серьезно. У кого-то за плечами не одна профессия. Но с рынком труда не поспоришь. Везде, как бы, на сегодняшний момент требуются достаточно квалифицированные специалисты. Потому что без определенной квалификации там достаточно серьезные. То есть, ну, трудоустройства, как такового в Солигорске, нет. Да, в принципе, я так думаю, все Беларуси на сегодняшний момент трудоустройство очень затруднено. Учреждению, отдел взятентостный, что нам дают плотник-бетонщик, спасибо всем, что мы, у нас очень бригада хорошая, 24 человека. Никогда не было, что 12 человек было. У нас вообще никто не прогуливает. Данная профессия плотник-бетонщик на данный момент является очень востребованной профессией. И, как правило, все выпускники, то есть все подготавливаемые устраиваются на объекты, потому что все предприятия на данный момент заинтересованы в плотниках-бетонщиках, так как в данный момент больше, ну, как бы, внимания уделяется монолитному строительству, где, то есть каменная кладка, как бы, не так важна, важна заливка бетона, то есть выведение самого монолита. И, ну, в перспективе, как бы, подготовка таких групп планируется постоянно. Это уже вторая группа в этом году, и планируется, судя по заявкам, еще и еще новая группа. С начала года в отдел занятости за содействием в трудоустройстве обратились 2619 человек. 1888 из них помогли найти рабочее место. О каждой подходящей для него вакансии безработному сообщают, как только она появляется. Приоритет – молодым людям от 16 до 30, на долю которых приходится 37% от числа зарегистрированных безработных. Организация, которая приняла на работу молодого работника, прошедшего обучение при содействии отдела занятости, получает льготу по отчислениям в фонд социальной защиты. Тем, кто ждет обучения, предлагают оплачиваемые общественные работы. Тем, кто отважился заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью, выделят субсидию от 11 до 15 бюджетов прожиточного минимума. В отделе занятости постараются помочь каждому, но специалисты советуют прежде чем обращаться за помощью, постараться найти работу самостоятельно. Многие работодатели предпочитают подбирать работников самостоятельно. Продолжение следует...